Где будет Толчинский сидеть, уже известно, в раздевалке? Там место-то есть? У нас все занято. Все занято? Да. Можешь отчислять кого? Не знаю. Это не ко мне вопрос. Слушай, а вторую, может, раздевалку для Толчинского сделают? Ну, это, наверное, агент у него будет пробивать. Ай, ты такой агент, а! Я слышал, что он прямо рядом с тобой будет, в Толчинске. Не, у меня сидит Артем, потом дальше Дима, Воронков. Потом Бэйк сидит и все, материк. Или наоборот, они там сидят, я не так уж. Так что рядом со мной... Артем-то Лукоянов или... Не, Галимов, Галимов, да? Да подвинется. А, Воронков уедет в Коламбус, а здесь Толчинский сядет. Ну, с чего ты взял, что он уедет? Да все уже, на лице написано у него. Привет! Шакир Мухаммадуллин забросил свою первую шайбу в АХЛ. Это случилось в игре против Колорадо. До этого у бывшего защитника Салавата Юлаева было 7 передач. Причем 4 в одном матче. Но моменты были практически в каждой встрече. Есть еще время дать Шакиру сыграть в НХЛ в нынешнем сезоне. Для Сан-Хосе все уже кончено. Хуже не будет. Конфликт случился после матча Авангард Акбарс. Защитник хозяев Антон Белов пренебрежительно высказался о коллеге. Слышал плач, когда сирена раздалась? Слезы там все. Удалите судья хотя бы после сирены. Не, я не слышал. В матче, который завершился победой Акбарса 1-0, много происходило и после игры. Дмитрий Воронков вполне корректно сказал, что эту серию его команда должна забирать. И это справедливо. Счет 3-1, а впереди домашняя встреча. Но защитник Антон Белов из-за чего-то расстроился и сообщил, что у Дмитрия на лице все написано, намекая, видимо, что у Воронкова все плохо. Это было некрасиво, но в принципе Омскому клубу ничего больше не остается делать. Акбарс играет правильней, интересней, а все в команде знают, куда бежать. Этой ночью нападающий Михаил Мальцев забросил свою десятую шайбу в сезоне. Форвард системы Колорадо принадлежит в КХЛ Спартаку и у него заканчивается контракт с Алиланш. Хоккейный клуб Сочи продлил соглашение с нападающим Артемом Николаевым, а в Динамо наконец-то завершили эпопею с тренером. Накануне Алексей Кудашов официально подписал контракт с Белоголубыми, правда всего на один сезон. И это будет непростой чемпионат. Что бы тренер не делал, ему будут мешать. Такова особенность клуба. Взять даже новое соглашение. Все было решено в феврале. Тренер поставил подпись на бумаге, но соглашение решено было положить в ящик, так как внутри клуба есть люди, желающие руководить. В разное время в Динамо сватали Разина, Мартемьянова, хотя на словах все поддерживали Кудашова. Совершенно не важно, кто будет главным нынешним Динамо. Бардак там внутри системы, причем очень значительный. И пока нет единства, то рассчитывать на приемлемый результат не приходится. Жалко Кудашова, жалко генерального менеджера Сопина, жалко болельщиков клуба. Но проблема совсем не в том, кто стоит на скамейке. Чайка стала первым финалистом Кубка Харламова в МХЛ. В трех матчах они переиграли записного фаворита Ярославский Лока. И последнее впервые в истории. Сокол из Красноярска вышел в финал Кубка Петрова. Это ВХЛ. Накануне они обыграли Рубин. И теперь точно поедут в Подмосковье. Только пока непонятно куда. В Чехов или Воскресенск. Скорее всего, в Воскресенск. До свидания. Слушай, а правда, что какие-то приходят в раздевалку, иногда подходят к тебе и просто читают по лицу что-то? Бывает.